Представьте себе, если бы вы жили во времена Иисуса Христа. Иисус Христос ходит, Он исцеляет, Он кормит голодных, Он даже воскрешает. Но в то же самое время о Нем ходят разные слухи. Некоторые говорят, это Пророк Божий, другие говорят, это обманщик, это хитрый человек. Он нарушает закон, Он нарушает субботу. Как бы вы отреагировали на Иисуса Христа? Как бы вы отнеслись к этому человеку? Люди важные, люди авторитетные говорят плохо о Нем. Люди простые говорят хорошо. Как бы вы, кому бы вы поверили? Кого бы вы посчитали мнение более авторитетным для себя? Итак, Иисус Христос прожил жизнь, уникальную жизнь, полностью жизнь, в которой Он себя полностью отдавал. И в этой жизни Он показал пример, как нам нужно жить. После этого Он умирает. Умирает за грехи всего человечества. После этого момент воскресения. И вот история, о которой я хотел бы вместе с вами порассуждать. Она записана в конце книги Матфея, 28 глава, 16 стих и ниже. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидевши Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам. Вот Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Представьте себе, вы находитесь среди этих учеников. Иисус Христос сказал, куда надо пойти. И вот вы видите, что какие-то ученики, или, может быть, большинство, я не знаю сколько, начинают кланяться, поклоняться Иисусу Христу. Что бы вы сделали, если бы вы видели, что Иисус Христос стоит, а перед Ним люди падают на колени? Как бы вы восприняли это? Для вас бы это было нормальным? Или, может быть, вы подумали бы, это, наверное, богохульство? Как бы вы отреагировали на это? Были те, которые поклонились Иисусу Христу, но были те, которые и усомнились. В числе каких людей нашли бы вы себя? В числе тех, которые поклонились, или в числе тех, которые задумались? В тех, которые, может быть, подумали, а нужно ли это делать? А есть ли в этом смысл? А может быть, это неправильно? Может быть, это является чем-то греховным? Как бы вы отреагировали на это? Слово «усомнились» переводится нерешительность, неуверенность. То есть они были неуверены, правильно ли это делать. А как отреагировал Иисус Христос? Если бы это было на самом деле что-то неправильное, если бы это было что-то греховное, как бы отреагировал Иисус Христос и сказал? Если бы греховное, то, мне кажется, он отреагировал так же, как Петр отреагировал на поклонение Корнилия. Помните деяние святых апостолов, 10 глава, встреча Петра с Корнилием? Корнилий желает поклониться Петру. Петр не принимает этого поклонения, осознавая, что это будет греховным, этого нельзя делать. Иисус Христос этого не сделал. Он не сказал своим ученикам, которые поклонились, Он не сказал им, «Вы неправильно делаете! Вам нельзя Мне поклоняться!» Ведь если бы они поступали неправильно, то именно так Иисус Христос сказал бы своим ученикам. Если бы они сделали что-то греховное, Он обязательно указал бы и сказал бы, что это грех. Но если это не греховное, если то, что они сделали, было нормальным и правильным, то как бы отреагировал Иисус Христос? Его реакция следующая. «И приблизившись, Иисус сказал им...» Мне кажется, этот разговор был больше направлен на тех, которые усомнились. Смотрите, 17 стих. «Увидевши Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Для тех людей, которые в сомнении, Иисус говорит, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Некоторые люди начинают говорить, «Ну, Ему же дана власть». Ну, как вы или я относимся к Иисусу Христу? Мы относимся так, как Ему дана власть, или относимся так, как Ему никакой власти не дано? Он не имеет никакой власти. И мы просто считаем, что поклониться Иисусу Христу – это чуть ли не богохольство. Но Иисус Христос говорит, «Дана Мне всякая власть». И вообще, если мы посмотрим Матфея, то в самом начале этой книги мы читаем, как волфы, мудрецы очень издалека пришли именно поклониться Иисусу Христу. Это то, что у них было, глубокое желание поклониться Иисусу Христу. Мы находим других людей, которые также поклонялись Иисусу Христу. Помните, начальник, у которого дочь умирала, он поклонился Иисусу Христу. Помните, женщина, у которой тоже дочь была одержима. Иисус Христос тоже принял ее поклонение и даже похвалил ее веру. А ученики, которые боялись и во время шторма Иисус останавливает эту бурю, они тоже поклонились. И там Иисус Христос не сказал, «Ну-ну-ну, не кланяйтесь мне, этого нельзя делать». Нет, ни разу этого я не слышу и не вижу. И вы не видите, сколько раз Ему не поклонялись, кто бы Ему не поклонялся. А помните, здесь буквально недавно Матфея, 28 глава, 9 стих, когда же они шли возвестить учениками у этой женщины, вот Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь!» И они, приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Именно так. Это не просто, ну, так чуть-чуть, может, поклонились. Здесь, ухватившись за ноги, поклониться. Это поклониться очень сильно. Греческое слово, которое здесь используется, «проксионай», даже не могу правильно сказать, «проксю-эн-эсай». Нет, неправильно. Греческое слово, которое здесь используется, я не хочу показаться сильно умным, но слова, которые я использую, это то же самое слово. которое используется во всех местах, где поклоняются Богу, Отцу. Так же самое. Это то же самое слово. То же самое слово, когда преклонялись перед Богом. То же самое слово и здесь. И значение этого слова, значение этого слова поклониться, кланяться, воздать почесть, упасть на колени, поклониться до земли. Итак, кому ты или я поклоняемся? Готовы ли мы поклониться Иисусу Христу, как Богу, осознать, что Он и есть Бог? Этот вопрос перед каждым из нас. Поклониться или усомниться? Какая часть? Продолжение следует...